Шел пятый месяц зимы. Все выживали как могли. Одна девушка надеялась и верила, что весна все-таки наступит. Сидела и снимала видео о весеннем макияже. Соседи пытались поддержать ее всеми возможными силами. И древью, и молотком. В общем, всем привет! Какие вот дела. За окном то снег то дождь, так что не удивляйтесь капающим звуком. А соседи периодически начинают долбить сверли. На самом деле, я надеюсь, что нам с вами повезет, и вы этого не услышите. Но, если что, не обижайтесь. Сегодня будем делать яркий весенний макияж. И я поделюсь с вами небольшими секретами визажистов. Точнее, одним из секретов. Наверняка вы замечали, что одни и те же тени смотрятся на разных людях по-разному. И не только в смысле разной внешности, что тоже немаловажно. Ну и, например, увидели вы на фото или рекламе макияж такими-то тенями. И так они вам понравились. Яркие, сочные. Все, хочу. Побежала в магазин, купила, довольная. Пришла домой, сделала макияж, и совсем не то. Яркости никакой нет. Подделка, обман думаете вы. И чувствуете разочарование. На самом деле, не всегда это так. Есть некоторые хитрости, о которых вам в рекламе не скажут. Как правило, визажисты используют специальные средства для того, чтобы те же самые тени смотрелись ярче. И сегодня я вам покажу один из способов, как это сделать. Покажу, как будет выглядеть и чем отличаться один и тот же макияж без каких-либо средств и с одним из специальных средств. Сегодня речь пойдет об акварели. Это не та акварель, которую рисуют в школе, а специальная для рисования на лице и теле. Но принцип тот же, что и обычный. Рисовать ей надо уметь, точнее научиться. И если освоить акварельную технику, то можно создавать целые шедевры на лице и теле. Для визажистов есть специальная программа обучения и курсы на эту тему. В общем-то, не все так просто, но и не слишком сложно. На мой взгляд, любая девушка, дружащая с косметикой, может научиться применять акварель в своем макияже в обычных легких схемах. Главное приноровиться к ней и понять, какой же консистенции она должна быть. Если вы хотите с помощью акварели просто делать цвета ярче и насыщеннее, можете смело ограничиться только белым цветом. У меня, конечно же, акварели больше самых ярких цветов, но немного для других целей. Вот, например, черненькая. Я использую в своей работе акварель фирмы Makeup Atelier. Есть акварели в других фирмах, но какую-то другую марку посоветовать не могу, так как не пробовала, потому что это устраивает. Как же ее использовать? В общем-то, для наглядности, чтобы было видно разницу, я сначала сделаю макияж одного глаза без аквареля, просто тенями. А макияж второго глаза сделаю уже с акварелью. Предварительно я выровняла лицо, нанесла все необходимые средства, оформила брови. В общем-то, буду заниматься глазами. Приступим. Что нам нужно? Яркие тени. Кисть для теней. В принципе, кисти очень похожи. Мне они обе очень нравятся. Если вам интересно, могу сказать, как они называются. Мак 242 и Людовик 48. На внутренний уголок верхнего века нанесу вот этот оттенок. Желтоватый такой. Чем мне нравятся палетки Makeup от Илье? Тем, что в палетке 5 цветов, которые собраны так, что можно сделать макияж всеми этими цветами, не беря из других палеток. Это удобно, особенно для тех людей, которые не могут скомпоновать для себя цвета из разных палеток. И все палетки Makeup от Илье выглядят так. К тому же принципу. Далее возьму вот этот вот оранжевый цвет. Этот вот предыдущий, этот следующий. И нанесу его на центральную часть верхнего века. Стоит сказать, когда уже привык пользоваться базами под тени, либо акварелью, либо еще какими-то средствами, то есть наносить тени не просто на века, а уже на подготовленное веко, замечаешь, как тени даже ложатся не так хорошо. Я буду использовать еще вот такой жизнерадостный оттенок, абсолютно из другой палетки. Розовый. Вот такой. Наношу розовые тени на внешний уголок верхнего века. Ну как вам? По-моему, ярко, но недостаточно, не так, как я хотела. А теперь с акварелью. Нам понадобится обычная водичка из-под крана, акварель и кисть. Теперь главное разобраться с консистенцией аквареля. Как это сделать? Мочим кисть. Можно на руке проверить влажность кисти. Прям выжимаю кисть. Можно на какую-то тряпочку. Убираем лишнюю влагу до практически сухого состояния. Какая консистенция акварели неправильна? Когда у вас очень влажная кисть, с нее капает. Вы набираете акварель. Пробуйте на руке. А она совсем такая жидкая, прозрачная. Прям вот вода, вода. Кисть не должна быть слишком сухой. Чтобы вы вот прям с трудом набрали. И она с трудом наносится. Такой она тоже не должна быть. Образно говоря, кисть должна быть недосухая. В общем-то, нужно найти золотую середину. Возможно, с первого раза у вас это не получится. Не расстраивайтесь, потому что у визажистов это получается тоже не с первого раза. Набираю. Обязательно проверяю на руке. И наношу в данном случае на всю поверхность глаза. Опа, суховато. Макаю чуть-чуть кисть в воду. Убираю лишнюю влагу. Если вы научились подбирать консистенцию акварели, большая часть дела уже сделана. С акварели так. Если куда-то заехал, неровно нанес. Глаз вышел за края того, как хотел сделать. Ничего страшного. Она смывается очень легко, потому что она на воде. Теперь сушим. Ждем, когда она высохнет. Глаз открывать не надо. Надо глаз так вот натянуть. Чтобы в складочке не забивалось акварели, не было потом неровностей. Чувствуете, что подсохло? Проверяете пальчик. Мага высохла. Происходит это довольно-таки быстро, если у вас, конечно, не слишком жидкая консистенция была. Вот, видите, как я поназаезжала везде. Беру палочку, смачиваю в воде, отжимаю и убираю излишки акварели. В общем-то, в данной ситуации у нас акварель заменяет базу под тени. Я выровняла акварель, как мне нужно. Теперь буду наносить тот же самый макияж, но уже на акварель. Берем сухую кисть. Наносим в уголок глаза желтый цвет. Опять. Тени ложатся совершенно по-другому, чем без аквареля. Я уже не говорю о цвете. Вот сейчас я воспользуюсь еще кистью для растушевки. Кисти для растушевки бывают разные. Например, вот такая вот. Мягенькая, очень пушистая. Ей удобно стряхивать излишки косметики и растушевывать границы. Теперь нанесу оранжевый оттенок на центр верхнего века. И розовый на внешний уголок верхнего века. Следует сказать, несмотря на то, что аквана в водяной основе, она прекрасно закрепляет и держит тени. И даже при свадебном макияже макияж держится весь день. Я специально спрашивала у клиенток. Вот. Ну как вам разница? Знаете, что теперь хочется сделать? Подвести глаза черным. Запомните, что розовый, фиолетовый, сиреневый, эти яркие, казалось бы, оттенки, они такие коварные цвета. Когда смотришь на красивую фотографию, видишь, что макияж яркий, глаза белки белые. Но на самом деле, если не подвести глаз черным цветом, хотя бы немножко, если не сделать обычную стрелку, межресничную стрелку, то розовый, например, цвет может придавать глазам уставший вид красноватый. Поэтому пренебрегать черной подводкой, карандашом, ни в коем случае не стоит. Я буду делать стрелку подводкой мак. Начинаю от внешнего угла глаза. И постепенно вывожу стрелку к внутреннему углу. Думаю, левый глаз подводить смысла нет, потому что не буду же я ходить сегодня вот такая разная. Я лучше сотру тени с левого глаза и сделаю тот же самый макияж. Да, забыла сказать, если вы не заметили, когда я наносила тени, то я немного уходила за границу белой акварели, чтобы границы акварели не было видно. Второй глаз. Вот видите, как ложится акварель, если века жирная. Продолжение следует... Реснички. А у меня новая тушь, которую я попробовала вот только-только на днях. Гипоаллергенная. La Roche-Posay. Другой пользоваться не могу. Жуткая аллергия, хотя весна толком и не наступила. Что могу сказать по поводу этой туши? Суть по тому, что на ней написано, она удлиняет ресницы. Но на самом деле ничего она не удлиняет, ничего не увеличивает. Она просто гипоаллергенна. И как большинство, как, наверное, вся гипоаллергенная косметика, она никакая не водостойкая. Если вы заплачете, например, то она потечет. Но аллергикам на заметку со своей задачей не вызывать аллергию и быть тушью, она прекрасно справляется. Продолжение следует... Такая вот весенняя Маша. Даже настроение немножко поднялось, несмотря на снежок. Мне прям даже улыбаться захотелось. Вот я смотрю, смотрю... И вот, знаете, мне что хочется сделать? Добавить мой любимый пигмент MAC в самый-самый уголочек глаза. Прям вот капельку. Он не дает никакого цвета, просто получается блик. Вот так вот. Я вот специально не красила нижние ресницы. Я же знаю, что что-нибудь еще захотеться может. Вот сейчас посмотрела, и хочется салатовенького добавить на нижний век. У меня тут есть такой травяной салатовый цвет. Вот этот. Но здесь уже без акварели. Достаточно будет просто легенького салатовенького оттенка. Желто-салатовый. Я бы, конечно, этот самый салатовый нанесла не на нижнее веко, а на внутреннюю поверхность нижнего века. Но, к сожалению, из-за моей аллергии и очень чувствительных глаз не могу этого сделать. Если у вас не такие чувствительные глаза, можете проделать то же самое с внутренней поверхностью нижнего века. Будет потрясающе смотреться. А теперь голубенького захотелось добавить. Я возьму вот такой вот нежный оттеночек голубого и нанесу его вот сюда. Такой нежный, освежающий весенний макияж получился, что не хочется даже добавлять каких-то более темных оттенков. Хочется просто накрасить нижние ресницы. У меня прям реально поднялось настроение. Прям. А на губы, я вот думаю, самым подходящим оттенком будет в этом макияже вот такая веселая помада. Вот такой у нее розово-оранжевый цвет. По центру губ нанесу опять свой любимый пигмент мак, ванилла. Такие очень светящиеся губы у меня получились. Но снова чего-то не хватает. Я забыла про румяна. Но яблочки нанесу сухие розовые румяны в Сен-Лоран. Ну вот и все. Не знаю, у меня такое впечатление, что на камере цвета немного не те. Но я сделаю фотографию. Такой вот весенний поднимающий настроение, яркий макияж или освежающий макияж, даже не знаю, как его назвать. Сегодня мы сделали. Надеюсь, вы увидели разницу в макияже глаз без всяких основ под тени, с макияжем, который делается на акварели. И еще надеюсь, что научиться пользоваться акварелью будет для вас несложно. В общем-то, как всегда, пожелаю весны, солнышка, окончания зимы, отличного настроения и успехов в макияже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok